Добрый день, уважаемые коллеги журналисты и все, кто нас смотрит, приветствую вас на площадке информационного агентства Национальной службы новостей. Напомним, что мы работаем в режиме онлайн, и даже прямо сейчас вы можете задать вопросы спикеру, заполнив форму на сайте nsn.fm. Сегодня у нас состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова на тему, к чему приведут референдумы ЛНР и ДНР. Игорь Иванович, добрый день. Да, здравствуйте. Давно мы с вами не общались. Вот расскажите нам вообще, какая сегодня ситуация на Донбассе. И сегодня всем известно, что президент нашей страны объявил о частичной мобилизации. Вот, наверное, это полностью как-то поменяет ход спецоперации. Хотелось бы узнать от вас, каким образом. Очень насыщенный вопрос. Наверное, надо говорить не только о ситуации в ДНР и ЛНР, надо говорить о ситуации на всем фронте, который у нас протянулся почти от границы с Белоруссией до Очаковского лимана. Поэтому в общих чертах скажу то же самое, что я неоднократно писал. Противник владеет стратегической инициативой на данный момент и готовит одно или более наступление на наши позиции в Херсонской, Запорожской областях, а также, вероятно, на юге Донецкой области и, может быть, в Луганской тоже. Противник смог достичь такой возможности за счет того, что в течение семи минувших месяцев боевых действий провел как минимум шесть мобилизаций, еще массу дополнительных наборов войск и довел, видимо, численность, несложно оценивать, они владеют цифрами генерального штаба, ни нашего, ни ихнего, но довел численность ориентировочно до 700 тысяч военнослужащих, различных подразделений, из которых имеет половину в зоне боевых действий или поблизости. При этом противник сумел переобучить на иностранное оружие, в том числе на полигонах за пределами Украины, достаточно большое количество частей и соединений, перевооружил, переобучил и ввел их в бой в конце августа и в сентябре на Херсонском и на Харьковском направлениях. На Херсонском направлении наступление в СУ было отбито с большими потерями для противника, там его продвижение имело только тактический характер, хотя оно тоже имело место, к сожалению. А вот на Харьковском фронте противнику удалось достичь крупного успеха и заставить наши войска в избежание тяжелого поражения, в избежание окружения оставить юг Харьковской области, ну и далее отступить на границу фактически по всему фронту, оставив города Буаклею, Изюм, Купянск, Волчанск, Казачьи-Лопань и еще достаточно много, десятки других населенных пунктов. Сейчас противник готовится продолжить свое наступление и я предполагаю, просто исходя из логики, естественно, никакой разведной информации у меня нету, он попытается это провести, это наступление в ближайшие дни, уже возможно дни, или, по крайней мере, недели, пока российские вооруженные силы не получили физически те пополнения, которые ожидаются в рамках частичной мобилизации. Но вот вы сказали про 700 тысяч человек, с их стороны около 7 миллионов. Это оценочное мнение, которое я получил из открытых источников, то есть сколько там реально, больше или меньше, мне неизвестно, но в рамках объявленных ими мероприятий примерно столько мобилизованных они сумели загнать, плюс добавить к кадровым частям, и примерно столько солдат у них, наверное, есть на фронте и в ТУ, и в запасе. Но у нас вот объявление о мобилизации было 300 тысяч резервистов, вот как повлияет это на ход спецоперации? Через месяц, полтора-два, то есть ни сразу, ни одномоментно эти люди будут попадать на фронт. То есть, ну кто-то самый подготовленный, может быть, попадет уже через две недели, условно говоря, а в завершение, как говорится, завершающие ресурсы поступят где-то месяца через полтора-два. То есть до этого времени у противника будет и численное, и преимущество, и преимущество в количестве частей и соединений. Когда эти ресурсы поступят на фронт, ситуация выправится. Однако я полагаю, что выправив ситуацию на фронте, мы все равно не сможем эффективно наступать, поскольку будем иметь только определенный паритет с противником в численности войск и в численности частей и соединений, которые у нас задействованы на фронте. То есть для того, чтобы удержать линию фронта в том виде, в каком она есть сейчас, этих сил, наверное, достаточно. Однако я полагаю, что ВСУ не прекратят свои атаки, Украина не прекратит войну, не пойдет ни на какие соглашения. Поэтому логично предполагать, что для полного последующего разгрома Украины и скорейшего завершения войны потребуются дополнительные наборы резервистов. Лично я полагаю, что нам, Российской Федерации, потребуется гарантированно еще столько же для победы, а желательно и больше. Но вот что должно произойти для введения полной мобилизации? Полная мобилизация, об этом неоднократно писал и говорил на своих страницах, она, в принципе, для войны против одной Украины, для победы над одной Украиной нам не необходима. То есть для того, чтобы нанести поражение Украине, нет необходимости призывать 20 миллионов человек в вооруженные силы, во внутренние войска, в Росгвардию или в промышленность. Это избыточно и чрезвычайно тяжело будет для экономики. Но направить до миллиона солдат на фронт и как минимум несколько сот тысяч человек на военное производство, на объекты транспорта, полагаю, для решительной и быстрой, не затягивая на годы победы в этой войне, будет все равно необходимо. Но в этом отношении я рассматриваю начатые мобилизационные мероприятия, указ президента и, соответственно, разъяснение Министерства обороны, как вполне логичный шаг. Почему? Потому что и Украина тоже не пыталась сразу использовать все свои мобилизационные ресурсы, а проводила призыв на военную службу по мере того, как она была способна вооружить, снарядить и направить на фронт призванных людей. Также и Российская Федерация. Всеобщая мобилизация приведет просто к хаосу, к перенапряжению всех служб, всех талевых органов. Напомню, что во время Первой мировой войны Российская империя призывала людей, даже без учета того, сколько ей было нужно на фронте. Имея там двухмиллионную действующую армию, Российская империя умудрилась призвать 18 миллионов человек, что даже за вычетом достаточно серьезных потерь привело к переизбытку тыловых частей и подразделений, которые, собственно говоря, впоследствии приняли участие в военных мятежах и февральской революции и так далее, без необходимости. Но проведение мобилизации в несколько этапов на данный момент, оно мне представляется наиболее логично. Подчеркиваю, если все ограничится только призванием этих 300 тысяч человек, этого будет недостаточно для полного разгрома Украины. Если же это первый этап, на что я надеюсь, то вполне логичный ход. Насколько на данный момент укрепят позиции на фронте мобилизованные граждане и какие есть минусы в мобилизации? Сейчас, если исходить из разъяснения Министерства обороны, речь идет о призыве только тех военнослужащих, которые остро необходимы во фронтовых частях. То есть, это солдаты и офицеры, солдаты, сержанты и офицеры общевойсковых подразделений. То есть, танкисты, артиллеристы, мотострелки, минометчики, связисты, ракетчики, различные специалисты тыловых должностей, которые совершенно необходимы. Сейчас они будут способны полностью пополнить то, что у нас имеется на фронте, восполнить. И плюс позволит начать формирование, подчеркиваю, начать формирование, развертывание ряда новых частей соединений ФТУ, которые впоследствии могут быть введены в бой. При этом я отмечу еще один момент. Очень важный момент, на мой взгляд, который касается мобилизации, который я не вижу, чтобы его освещали. Мобилизация автоматически, даже частично, автоматически предусматривает прекращение увольнения из войск в запас любых категорий военнослужащих. В течение семи минувших месяцев мы имели картину, я бы даже сказал, дикую с точки зрения военного искусства, вообще военной теории и практики, когда военнослужащие по контракту, причем как вооруженных сил, так и Росгвардии, вкусив, как говорится, прелестей боевых действий, просто заявляли о том, что они прерывают контракт и отказываются воевать. Это получило в войсках обозначение 500-е, то есть вы знаете, да, градацию, то есть 200-е это погибшие, то есть градация потерь, 200-е погибшие, 300-е раненые, неофициальное название в мертвецких пианах 400-е, а вот людей, которые фактически дезертировали путем разрыва контракта, нанося таким образом ущерб боеспособности подразделения, их назвали 500-ми, это именно явление данной военной кампании. В результате очень многие части соединения понесли потери 500-ми, намного больше, нежели все боевые потери, понесенные за полгода. В результате многие части соединения оказались обескровлены не из-за того, что люди выбыли от огня противника, а потому что вот фактически замаскированное дезертирство. Теперь в рамках проводимых мобилизационных мероприятий любая такая попытка будет рассматриваться действительно как дезертирство и наказываться в законодательном порядке в рамках уголовного кодекса и с серьезными сроками, которые, как мы знаем, уже приняла Государственная Дума и которые уже утверждены. То есть даже без дополнительного призыва частичная мобилизация уже внесет дополнительную устойчивость в наши части подразделения. И мы можем рассчитывать, что из тех 300 тысяч, которые будут призваны, они все поступят на фронт, никто не откажется. При этом я подчеркиваю, что, скорее всего, повестки придут на много большему количеству людей, но военные врачебные комиссии отсеют негодных, отсеют больных и в рамках первого призыва на фронт пойдут именно здоровые физически и уже обученные люди. Что будет дальше, мы посмотрим по ситуации. Как объявление о частичной мобилизации скажется на проведении референдума, как Вы думаете? Я полагаю, что сейчас противник в ближайшие дни будет стремиться сорвать референдум всеми силами. И именно сделать это... У него остались считанные дни на то, чтобы нанести удар по нашим войскам. Ну, считанные дни, недели, может быть. Поэтому полагаю, что прямо вот сейчас на наших бойцов на фронте, на бойцов ополчений ДНР и ЛНР, то есть на бойцов корпусов мобилизованных и на кадровой части обрушатся усиленные удары ВСУ. То есть ВСУ фактически пойдет сейчас ва-банк. Поэтому ожидаю, что в ближайшие дни буквально начнутся ожесточенные бои на всех фронтах. Надеюсь, что наши вооруженные силы окажутся в состоянии остановить и нанести в обороне противнику, если не поражение, то большие потери и не допустить глубоких вклинив. Потому что если противник, естественно, глубоко вклинится в территорию Херсонской и Запорожской областей, то возможность проведения референдума на этих территориях будет поставлена под вопрос или, естественно, вообще сорвана. Говорят, уже четыре региона. Я в данном случае полагаю, что Луганская и Донецкая республика сильнее защищены, нежели Херсонская и Запорожская области. Просто потому, что там, в Донецкой его республике, значительная часть позиций, это позиции, занимаемые войсками корпусов Донецкой и Луганской республики, кадровых, подчеркиваю, корпусов, они укреплены в течение многих лет. Во-первых. Во-вторых, там находятся самые опытные бойцы. Несмотря на все понесенные ими за 7 месяцев потери, все-таки сохраняются и части, и соединения, и комплектации относительные. То есть эти люди способны отражать атаки в СССР, даже находясь в значительном меньшинстве по сравнению с противником. А вот что касается Запорожского и Херсонского направлений, с их огромными расстояниями, с огромными территориями, то здесь отражение вражеских атак будет лежать в первую очередь на российской авиации и на нашей артиллерии. То есть сочетание вовремя, своевременного выявления вражеских группировок, подготовившихся к атаке, и их огневого поражения способно обеспечить успех. Но если повторится ситуация с Харьковской областью, когда противник сумел скрытно сосредоточить ударную группировку то ли из 6, то ли из 8 полноценных бригад и нанести удар фактически по очень редкой линии постов, которая у нас там имелась, то мы можем понести новые поражения. Это что касается того, что можно ждать в ближайшие дни недели, что опасно в ближайшие дни недели. Я так полагаю, что я никаких открытий ни для украинского генштаба, ни для нашего не делаю. Это просто элементарно лежит на поверхности и доступно каждому человеку, который хоть чуть-чуть разбирается в военном деле. Ну и немножко хотя бы владеет обстановкой даже на уровне открытых источников. А в перспективе прибытие свежих пополнений позволит Донецкой и Луганской республикам, областям Запорожской и Херсонской получить надежную защиту при вхождении их в состав Российской Федерации. Вот в СМИ была информация еще, что зэков отправляют на фронт. И вот хотелось бы узнать вообще, насколько это эффективно. Действительно ли они более боеспособны в этом отношении? Заключенные направляются, если, опять же, я пользуюсь здесь только уже открытой, имеющейся открытой информацией, которая широко распространена в сети, не являются какой-то панацеей или там сверхоружием. По сути, они ничем не отличаются от обычных призывников, за исключением одного. Они направляются, насколько я понимаю, в подразделения, статус которых близок к штрафным. В СМИ, где мы говорим именно о час ЧВК «Вагнер», так сказать, об этих подразделениях, там достаточно профессиональный контингент, причем сложившийся годами, офицеров, младших командиров и костяк бойцов, которые обладают очень большим боевым опытом и способны заставить воевать даже тех в своих подразделениях, кто этого делать не захочет. В этом отношении использование заключенных, причем, подчеркиваю, их же насильно никто не заставляет, набирают добровольцев. Да, конечно, человек, находящийся в заключении, сложно его назвать добровольцем в полном смысле этого слова, но это нормальная военная практика, которая использовалась, в частности, в нашей стране во время Великой Отечественной войны. И тоже в 1941, уже начиная с 1941 года, особенно активно в 1942-1943, набирались заключенные по лагерям, в том числе и уголовники, для, в первую очередь, уголовники политических вообще не посылали, по крайней мере, в начале. Направлялись на фронт, где они воевали, сначала в штрафных подразделениях, но и не только, кстати, в штрафных подразделениях. Ну, разные, естественно, были результаты, но в целом это себя оправдало. И я так полагаю, что с учетом того, что на войне лишних людей не бывает, просто не бывает, то есть бывает неправильное их использование, я полагаю, что уже в рамках мобилизации, то есть уже имея законодательную основу, это вполне нормальный со всех точек зрения ход. Кстати, в мировой практике тоже нормальный, и заключенных призывали в сложные ситуации на войну все, государства мира, сколько их есть, кто вообще когда-то воевал. В целом я сейчас, после объявления мобилизации, оцениваю данный ход как логичный и положительный с нашей стороны. Вот про добровольцев тоже хотелось бы узнать. Как вообще происходит набор добровольцев, и насколько охотно вообще идет население России? Здесь мне сложно оценивать, поскольку я не владею никакими цифрами и могу только судить косвенно по той ситуации, которая сложилась. К сожалению, добровольческое движение не было развернуто в начале военной кампании достаточно широко. Многие люди, которые хотели пойти добровольцами в начале военной кампании, не были привлечены по разным причинам. Но движение продолжается, по-прежнему идет набор. В добровольческие подразделения, естественно, он идет уже намного менее активно, просто потому, что за полгода почти все, кто хотел попасть на фронт, уже туда так или иначе попали. То есть задействованы либо через военкоматы в вооруженных силах непосредственно, либо в разного рода частных военных кампаниях. Ну и опять же, добровольцев никогда не бывает слишком много. Добровольцы – это проценты от общего количества боеспособных мужчин, и все они уже почти на фронте. Сейчас, насколько я понимаю, речь идет о том, что все и добровольческие подразделения, и так называемые частные военные кампании будут интегрированы в состав вооруженных сил Российской Федерации в той или иной степени. И вместе с боевыми частями, то есть с кадровыми частями Министерства обороны составят, в общем-то, нашу действующую армию. Постепенно различия все между добровольцами и кадровыми военнослужащими будут стираться, и добровольческие части будут отличаться только тем, что, будучи идеологически заряженными, они будут более устойчивы в ходе как оборонительных, так и наступательных боев. От чего ожидать, нам приходит вопрос, от чего ожидать потенциальным призывникам, проживающим за пределами Российской Федерации? Я никогда не скрывал, что я лично полагаю, что когда в стране идет война, каждый мужчина, каждый гражданин Российской Федерации, ощущающийся достаточно здоровым и незадействованный на военном производстве, обязан идти защищать свое отечество. Какие меры будут приниматься к уклонистам, которые откажут, не захотят возвращаться из-за границы и становиться в строй своих вооруженных сил, я пока сказать не могу, и потому что просто не знаю. Это от меня никак не зависит на данный момент. Вы часто говорили на своих страницах и у нас о том, что вам бы хотелось побывать на Донбассе? Это не то слово. Дело в том, что «хотелось побывать» – это выражение, как говорится, сугубо гражданское. Это неправильно. Я неоднократно предпринимал за эти полгода попытки вступить в разного рода подразделения, но они, скажем так, не встретили понимания. А по мобилизации я должен призываться по линии Федеральной службы безопасности, поскольку я состою на учете, как полковник по званию, состою на учете Организационного мобилизационного управления нашей ФСБ России. То есть через военкомат меня призвать нельзя, потому что у меня там нет моего личного дела. Я готов быть мобилизован в любой момент, хотя, опять же, по закону я уже отношусь, скажем так, к той категории, которую вряд ли будут призывать в первую очередь. Я старше 50-ти. Старший офицер, старших офицеров всегда требуется намного меньше, чем младших и военнослужащих. Поэтому, скорее всего, в первый этап мобилизации я не попаду. Скорее всего. А дальнейшее будет зависеть от того, как тех мероприятий, которые будут объявлены. Мобилизация, естественно, проводится не только Министерством обороны. Она, естественно, будет проводиться и Росгвардии, и Федеральной службе безопасности. То есть всеми структурами, где проходит служба военнослужащий. Таковым я тоже являюсь военнослужащим запасом. А что вам отвечали добровольческие? А на этот счет я не намерен ничего говорить. Скажем так, можно мне верить на слово, а можно мне не верить в этом отношении. Только и все. Хорошо. Вы говорили, что в спешке готовится проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР. Ну, не совсем в спешке. Я сказал, что, конечно же, конечно же, референдумы готовились заранее. Более того, по моим данным, подготовка к референдумам началась еще весной, когда там были созданы, уже начали создаваться соответствующие структуры. Но мы помним, что ориентировочной датой референдумов было 12 сентября, но они не стали проводиться в это время. Поэтому сейчас в условиях достаточно серьезных боевых действий это будет сложнее. Это будет сложнее. Допустим, даже летом это было провести намного проще, особенно до того, как украинские войска начали перехватывать военную инициативу и переходить в наступление на различных фронтах. Но, с другой стороны, откладывать референдумы тоже сейчас нельзя, потому что военная обстановка вряд ли улучшится к концу сентября. Ее улучшение в связи с мобилизационными мероприятиями скорее всего начнется только во второй половине октября или к концу. Поэтому, чем скорее, на самом деле, тем лучше. Просто сейчас, ну, раньше можно было легче, но... Какие сценарии могут быть с референдумами на Донбассе? На Донбассе, весь Донбасс практически, почти поголовно проголосует за воссоединение с Российской Федерацией. В этом у меня никаких сомнений нет. Что же касается ситуации в Херсонской и Запорожской областях, то здесь ситуация сложнее, однако, я полагаю, что и там большая часть населения поддержит воссоединение с Российской Федерацией. В случае, конечно, если Украине не удастся прорвать наш фронт. Считается ли, вот, объявление о частичной мобилизации объявлением военного положения в России или все-таки нет? Формально военное положение не объявлено формально по всей России. Однако, я полагаю, что оно может быть введено в ряде областей. То есть, необязательно, допустим, опять же, воюя с Украиной, вводить военное положение во Владивостоке или в Якутии, насколько я понимаю. Однако, в приграничных регионах его введение в ближайшее время, видимо, неизбежно. Просто потому, что фронт у нас полторы тысячи километров с перспективой дальнейшего роста. Противник ежедневно обстреливает Белгородскую область. Обстрелы идут уже фактически в режиме нон-стоп и Курской, и Брянской областей, и в приграничных районах Российской Федерации с Украиной. Везде там необходимо проведение мероприятий, которые не могут быть проведены без определенного ограничения гражданских прав и свобод. То есть, требуется проводить эвакуацию, требуется ограничивать доступ в зону боевых действий граждан, требуются фильтрационные мероприятия, поскольку противник воюет всерьез и постоянно засылает своих диверсантов и агентов для разведки наших позиций, для разведки дислокации наших войск. Все это без нормального военного положения или хотя бы без режима контртеррористической операции, который близок к военному положению. Все это невозможно проводить в рамках правового поля. Ну вот, учитывая, что сейчас лихорадочно такое правовое поле создается, то есть заполняются лакуны, которых у нас не было с 1991 года, которые не были заполнены, я полагаю, что военное положение будет введено, если не везде, то во многих регионах. А в какое время это возможно, на Ваш взгляд? В любой момент, и чем скорее, тем лучше. Лично я полагаю, что это надо было делать 7 месяцев назад. Я об этом говорил не один раз. А в каких регионах проходят частичные мобилизации? Частичные мобилизации никогда не проводятся в отдельных регионах. Частичная мобилизация всегда проводится по всей стране. Речь идет не о том, чтобы, допустим, мобилизовать условно Смоленскую область или Бурятию. Речь идет именно о наборе людей из определенных категорий запаса и определенных военных учетных специальностей и определенного возраста. А для этого вся территория страны прекрасно подходит. Но сейчас уже мы знаем, что в объявлении министра обороны студенты не будут призываться. Пока, по крайней мере. Достаточно спорное решение, мягко говоря. Ну, пусть так. Сейчас, видимо, упор сделан на именно тех, кто имеет полное... Ну, то есть, имеет военную специальность, уже прошел службу вооруженных сил. Действительно ли Россия после принятия референдума на Донбассе может отвечать более агрессивно на действия Украины? Ну, некоторые считают, что куда уж агрессивней. Но я так не считаю. Напрасно, по-моему, полагать, что мы не ведем войну. Мы ведем, мы находимся в состоянии войны, фактически. Надо, пора уже это дело не только осознавать, но и воплощать в жизнь законы войны в полном их объеме. А законы войны звучат таким образом, что любой ущерб, нанесенный противнику, является шагом к быстрейшей победе и минимизирует как потери свои, так и потери населения освобождаемых регионов. Я надеюсь, что наши вооруженные силы не остановятся на защите четырех бывших областей Украины и будут освобождать как минимум всю Новороссию и далее. Подчеркнув, что это не только, я надеюсь, а по факту без разгрома полного вооруженных сил Украины мы эту войну не закончим. А раз так, значит, рано или поздно придется идти вперед. И раз так, то надо возвращаться к тому, о чем мы говорили с вами здесь более шести месяцев назад. То есть надо уничтожать коммуникации противника, которые за семь месяцев до сих пор не подверглись ударам. Все мосты фактически через Днепр целы, кроме тех четырех мостов, которые разрушены огнем украинских ракетных войск в Херсонской области. Мы почему-то в тылу противника ни одного своего такого моста разрушить не смогли. А сами попытки имели единичный и неуверенный характер. Далее, что до сих пор не сделано за шесть с лишним месяцев военной операции, не нанесены действительно удары по центрам принятия решений. Генеральный штаб противника, Служба безопасности Украины, правительственные органы и учреждения, другие карательные всяческие структуры организации работают у них в режиме мирного времени, ни о чем не беспокоясь. Киев залит светом, все удары по инфраструктуре, энергоструктуре Украины приходятся на восточные регионы почему-то нашей страны, а не на западные и не на центральные. То есть, кроме региона на границе Николаевской и Херсонской областей, ну, может быть, частично там Одесса, там Харькова, Украина живет вполне в мирном времени, там власти и структуры ее могут проводить любые мобилизации, любые сборы, средств любой помощи для фронта. Это недопустимо, если мы собираемся победить в этой войне, и я надеюсь, что после столь решительных действий, которые наконец-то были предприняты, такая ситуация изменится, и мы начнем поражать всю инфраструктуру Украины, выведем из строя, наконец, ее автотранспортную и железнодорожную системы, полностью, причем они кусочками, без возможности быстрого восстановления, и будем бить по бывшим уважаемым киевским партнерам так, как положено бить по смертельным врагам, которые должны или быть уничтожены, или должны сложить оружие. Но это реально сделать с помощью 300 тысяч резервистов? Дело в том, что мы им это могли сделать, по крайней мере, я так полагаю, еще в первые дни спецоперации без набора дополнительно 300 тысяч человек, потому что ракетные войска не требуют слишком большого количества людей, и они требуют только достаточного количества боеприпасов. В продолжение этого разговора, организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке, это я цитирую СМИ, обеспечить поставки оружия и техники войска, заявил президент России на совещании по развитию ОПК. К чему готовится, получается, Россия или нам грозит? Это нормальное действие, опять же, в рамках частичной мобилизации, то есть частичная мобилизация должна касаться не только призыва военнослужащих и направления их войска, она должна касаться также промышленности и транспорта. То есть, условно говоря, если нам нужны минометные и минные снаряды, то производство, которое их осуществляет, то есть те предприятия, которые осуществляют их производство, должны быть переведены на тот режим работы, который позволяет выдать максимальное их количество. А это означает, что если, допустим, государственный заказ на определенные боеприпасы не выполняется, государство вправе осуществить мобилизацию, взять данное предприятие под свой полный контроль, перевести его на время военных действий в государственную собственность и наладить то производство в три смены, в четыре, в круглую неделю, которое будет необходимо для удовлетворения потребностей в этом производстве. Это нормальные мобилизационные мероприятия, которые во всем мире проводятся при серьезной войне. Будут ли они проводиться так или иначе, или все ограничится призывами к доброй воле хозяев этих предприятий, я пока не знаю, надеюсь, что нет. Кроме того, я подчеркну, что мобилизация нормальная, она касается не только военнослужащих или производства, она касается объектов транспорта, она касается различных ремонтных служб и служб жизнеобеспечения, она касается действия органов внутренних дел, потому что без нормального тыла, без нормального порядка в тылу чрезвычайно сложно одержать победу над противником, который все это уже сделал. А Украина, хотя и обладает намного меньшими ресурсами по сравнению с Российской Федерацией, для нее весь тыл – это страны НАТО. И страны НАТО засыпят ее таким количеством оружия, уже засыпали, с которым справиться чрезвычайно будет сложно, не имея нормально организованного тыла и производства. Полагаю, что многое из того, что должно быть проделано, просто не озвучивается, оно будет проведено в ведомственном порядке, в рамках ведомственных актов, которые будут внедряться и реализовываться. Как Вы думаете, насколько экономика России готова к проведению частичной мобилизации? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, я не являюсь специалистом по экономике. К сожалению, многое за 30 лет из той мобилизационной экономики, которая была у Советского Союза, многое потеряно безнадежно. И в данном случае я надеюсь, что как Соединенные Штаты и страны НАТО для Украины являются тылом, то и мы будем надеяться, что наши союзники, в том числе Китай, окажут нам определенную военно-техническую поддержку и помощь. Безвозмездную или возмездную – это совсем уже другой вопрос. В прошлый раз мы говорили про то, что Россия отстает в информационной войне. Как Вы думаете, сейчас ситуация наладилась? Очень медленно меняется, прямо очень медленно меняется. И, к сожалению, сказать, что прорывы в этой области есть, я не могу. Опять же, это связано с тем, что наше Министерство обороны не способно до сих пор выставить информационный контент более достоверный и более убедительный, нежели выставляет этот контент в так называемой Украине. Конкретный пример – это, конечно, операция в Харькове, потому что даже Советский Союз, даже в самые тяжелые моменты Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы стояли под Москвой и рвались к Сталинграду, не скрывал того, что наши войска понесли поражение. Скрываться мог масштаб потерь, скрываться мог наиболее то, что у нас разгромлено и выведено из строя всей армии корпуса. Но никогда, даже в самые тяжелые дни, Советский Союз информбюрок устами Левитана не рассказывал о том, что наши войска осуществили перегруппировку из-под Харькова. То есть проблема в том, что если, допустим, во время Великой Отечественной войны в ходе, опять же, военного положения у населения было изъято все приемники, просто все приемники, и информацию населения могло получать только из государственного радио проводного, сейчас это невозможно. Сейчас в условиях в мире интернета, подавая определенным образом ситуацию на фронте, надо четко понимать, что существует масса возможностей для получения альтернативной информации, нежели официальной. И понимая это, надо создавать официальную информацию, которая бы не искажала картину так, как искажает сейчас Министерство обороны. Вот это очень серьезный момент, можно мобилизовать 10 тысяч блогеров, можно мобилизовать 100 тысяч ботов, которые будут рассказывать о победах, но если картинка не будет соответствовать действительности хотя бы частично, это только отвратит население от собственной пропаганды и заставит людей больше верить пропаганде вражеской. В продолжении этого разговора, 23 сентября планируется крупное мероприятие в центре Москвы в поддержку Соединения России и Донбасс с участием известных общественных деятелей, активистов. А сколько, на Ваш взгляд, эти мероприятия нужно проводить в Москве? Затрудняюсь это сказать. Ну, честно сказать, я очень скептически отношусь к во всем таким флешмобам, автопробегам и так далее. Когда я вижу очередной автопробег с георгиевскими ленточками в поддержку ДНР и ВНР, зная о ситуации с бензином в той же ДНР и ВНР, которая достаточно критическая, ну, не критическая, но тяжелая, я думаю о том, что а не лучше ли было загнать тот бензин, который страчен на вот эти все флешмобы туда, нашим фактически будущим согражданам, завтрашним фактически согражданам, 27 числа, я надеюсь, они будут нашими согражданами полностью. Для чего нужны все эти громкие, шумные мероприятия, обходящиеся в десятки, иногда и в сотни миллионов рублей? Ну, просто не могу об этом не сказать, хотя меня там дергают за рукав периодически, молчи, но как еще можно, как можно было реагировать на то, что в день сдачи была клей Купянская и Изюма, у нас здесь, в Москве, Москва слетовала 26 с лишним тысячами фейерверков. Для меня, как для военного человека, хотя я не находясь сейчас на фронте, все-таки у меня там масса друзей, для меня это было фактически оскорбительно. И воспринималось на фронте это примерно так же, на самом деле. Я надеюсь, что с момента, с этого сегодняшнего дня, фактически с подписания Владимира Владимировича указа соответствующего, этого больше не будет. Поэтому надо сокращать количество праздников и фейерверков и увеличивать реальную помощь фронту. На фронте не хватает очень многого, прямо очень многого и много не хватает. И не хватает в первую очередь людей, но с техникой и у нас тоже не все хорошо, скажем прямо. В школах начали еженедельно исполнять гимн, обязательно поднимают флаг в начале учебной недели. Это нормальное явление в Соединенных Штатах, допустим, все то же самое происходит в ежедневном режиме. И на самом деле это происходило и в Российской империи, да и в Советском Союзе это имело место в свое время. То есть ничего в этом, для меня ничего там плохого нет. То есть дети должны знать, что они живут в своей стране, должны знать гимн своей страны. А уроки вот о спецоперации? Вполне нормальное явление. Если мы воюем, если мы хотим победить, мы должны объяснить всем, всему населению, ради чего мы это делаем. И детям надо объяснять тоже. Надо, надо, иначе эту нишу опять же займет вражеская пропаганда, которая всячески будет пытаться убедить наше население, что мы ведем несправедливую войну. В то время как мы фактически, да не фактически, мы по всем параметрам защищаем свой собственный русский народ на территории, незаконно отторнутой у нас врагами в 1991 году. Как Вы думаете, насколько у нас сегодня патриотичная молодежь? К сожалению, я не могу, не владею статистикой такого рода, но в крупных городах, к сожалению, не очень патриотично, хотя, опять же, люди очень разные, настроения разные. У нас отсутствует государственная идеология, в течение 30 лет отсутствовала, и последствия этого, ну, имели не очень хороший характер. Пропаганда разложения, пропаганда вседозволенности, таких отвратительных вещей, как садомия, как разного рода и другие извращения, она не встречала сопротивления со стороны государства в течение 30 лет. И нацелена всегда была именно на молодежь. Ну, есть проблемы, но это надо исправлять. Кстати, хотел бы отметить, недавно я наткнулся в интернете на информацию о том, что один из видных сотрудников Навального, из числа молодежи, погиб на фронте, пойдя добровольцем, и к тому времени, как он пошел, он полностью изменил свои взгляды. То есть это показывает, что ничего безвозвратно упущенного нет. Надо просто этим заниматься и почаще говорить людям правду, поменьше лгать, побольше думать о людях и поменьше о своем кармане. Надо превращаться из государства для олигархов все-таки в государство для народа не на словах, а на деле. И тогда население будет, наши граждане там будут больше поддерживать нашу власть в любом случае. Даже за пределами такого насущного дела, как защита собственного народа, защита России, русской культуры, русского языка. Ну вот говорят, что многие известные и не очень известные люди уехали из России. Действительно ли вы так тоже считаете? Есть и в СМИ была информация, что совсем не осталось IT-специалистов. Если бы у нас не было IT-специалистов, то у нас бы сейчас на фронте не летали бы беспилотники, не налаживалась бы связь волонтерами, созданная во многих подразделениях с нуля фактически, без всякого участия нашего любимого Министерства обороны. Нет. Естественно, вражеская пропаганда создает впечатление, что весь народ России, в том числе молодежь, в том числе специалисты, так или иначе поддерживают западную коалицию, которая стоит за спиной Украины. Это не так. Это совершенно не так. Другой вопрос, что зачастую наши волонтеры, наши специалисты, наши айтишники вынуждены делать свою волонтерскую работу не только не при поддержке государства, а зачастую вопреки этому. Очень много случаев, которые в интернете указаны о том, что волонтерская помощь тормозилась российской таможней, не пропускалась военными воинские части, растаскивалась чиновниками или направлялась неизвестно куда. Ну, должно быть движение государства к людям. Государство должно воспринимать помощь не тогда, когда оно его просит, а у любого, а всегда. Нет, совершенно не так. Я не согласен с тем, что большая часть нашей молодежи образованной и грамотной не являются патриотами России. Может быть, в городах-мегаполисах типа Москвы и Петербурга перевес в этом отношении есть. Но почему опять же перевес? Потому что враги всегда более крикливы. Они стремятся вылезти наверх. Их в течение многих лет поддерживали средства массовой информации, чрезвычайно влиятельные и финансируемые такими госкорпорациями, как тот же «Газпром». Эхо Москвы 30 лет вещало на деньги «Газпром». Если ситуацию изменить, то изменится и немножко картина, и даже внешняя картинка изменится. А что касается известных людей, то кривлявшиеся лица нетрадиционной сексуальной ориентации, которые заполоняли наш телевизор в течение 20 лет, лично я выключал телевизор, едва их видел. И так делали очень многие нормальные люди. Поэтому для меня их исчезновение с нашего медийного поля является фактически праздником в какой-то степени. Хотя, не скажу, что это праздник, нет чего отмечать, но тем не менее. Дай Бог, чтобы как можно больше их уехало туда, и пусть они там выстраивают свое подобие жизни так, как считают нужным. И нечего их пускать обратно. Это мое мнение. – Следующий вопрос. Что, на Ваш взгляд, означает внесение Минюстом Максима Галкина в число иноагентов? И грозит ли что-то Али Борисовне, на Ваш взгляд? – Честно говоря, я вот это все иноагентство воспринимаю как суррогат. Если люди выступают против своей страны, если люди выступают в поддержку врагов своей страны своего народа, нечего их объявлять какими-то агентами. Надо их просто сажать. Устраивать справедливый суд, предъявлять им их, как бы это помягче выразиться, высказывание. И в полном соответствии с законом, безжалостно, без ссылок на то, что они там лауреаты премий ленинского комсомола и так далее, сажать на тот срок, который они заслуживают. А все эти объявления – это просто типа пальчиком погрозить. Вот Алла Борисовна сейчас выступила против Российской Федерации. Я, конечно, понимаю, что Алла Борисовна, в отличие от многих достойных людей, кавалера ордена Андрея Первозванного и Бориса Николаевича, или заслуги перед Отечеством в первой степени, высшего ордена Российской Федерации, который ей, да, Борис Николаевич вручил. Но пусть этот суд зачтет в качестве смягчайшего обстоятельства. Нечего. Она такая же гражданка, как и любой гражданин. Она такая же гражданка, как я, как вы. Если она совершает преступление, ну давайте ее посадим за это преступление. А агитация против своей страны во время войны – это государственная измена в чистом виде. И также надо относиться ко всем этим Мургантам, Киркоровым, Галкиным, и к всей этой команде. Повторяю, ничего, кроме омерзения, у меня никогда не вызывавших. Почему сегодня объявлена некая травля на публичных людей творческих профессий? Не знаю. Я в такой травле не участвовал. Если вы заглянете на все мои страницы, я вообще не касался этой мерзости. Вообще. То есть я никогда не скрывал свое отношение к ним, но, допустим, копаться в их грязном белье, мне бы лично противно даже подходить было бы. Нечего их травить. Повторяю, к ним надо подходить в полном соответствии с законом, беспристрастно, и в соответствии с законом давать им соответствующие сроки. С учетом, наверное, всех, как бы, смягчающих обстоятельств типа возраста и так далее. Либо вот некоторые их заявления граничатся в психиатрии, поэтому, может быть, на осмотр к ним и так далее. В завершении нашего брифинга хочется задать еще вопрос, который нам пришел. Допустим, забирают меня по мобилизации. Что взять с собой из дома? Или как при прохождении срочной службы ничего, ну, или ничего не нужно брать? Потому что все не по уставу. Дело в том, что добровольческие подразделения, те, кто поступают туда, те, как правило, имеют уже возможности или списки того, что им необходимо взять с собой из того снаряжения, которое может понадобиться. При мобилизации совсем другая картина. И мне сложно сказать, как будет Министерство обороны относиться к тому, как, опять же, призыв расширяется через военкоматы, что массовые люди будут являться со своими вещами, со своим снаряжением. Ну, допустим, когда я поступал контрактником во время первой чеченской кампании войска, чтобы отправиться в Чечню, такое было возможно, но все равно большую часть вещей пришлось выкинуть, которые я брал с собой. И потом приходилось, опять же, в отпуске дозакупать что-то. Сейчас волонтерские организации много снабжают части и подразделения, уже находящиеся на фронте или отправляющиеся туда. Возможно, людям, которые собираются идти на фронт по мобилизации, уже оказавшись в определенных командах, то есть направляясь в конкретную воинскую часть, имеет смысл кооперироваться и закупать необходимое снаряжение не индивидуально, а в массовом порядке коллективно, чтобы оно хотя бы примерно соответствовало единым образцам. В вооруженных силах все-таки еще много внимания уделяют и правильно уделяют единообразности военной формы. Если один явился на службу в горке, второй в склоне два, третий в натовском камуфляже, один будет стоять в строю на локотниках, другой на коленниках, ну, вряд ли их командиры отнесутся к этому чрезвычайно доброжелательно. Другой момент, что на фронте все это будет нужно. И на фронте зачастую военнослужащим нужно не только индивидуальное снаряжение, но и коллективное снаряжение, типа тех же беспилотных разведывательных аппаратов, квадрокоптеров, средств связи за шифрованных закрытых. Оно иногда бывает намного нужнее, чем на локотнике или на коленнике для военнослужащих разных специальностей. Опять же, те, кто призываются на службу, они не будут точно знать зачастую, где и как они будут служить. Танкисту, например, на коленнике мало нужны, а пехотинцу нужны очень. То есть я советую в данном отношении никуда не спешить, никуда не торопиться, не выкидывать деньги людям, которые призваны, заботиться о своем снаряжении, уже примерно понимая, куда, как и каким образом они пойдут воевать. – Ну и в завершении хочется задать такой вопрос, что необходимо сделать ли урегулирование украинско-российского конфликта? И реально ли что-то? – Я не вижу возможности никакого урегулирования, начиная с 2014 года. Я лично не вижу, о чем всегда говорил. Урегулирование конфликта так называемого может быть только одно. Русофобский режим на Украине, который был приведен к власти только в 2014 году, только для того, для конфликта с Российской Федерацией, он должен исчезнуть. И только после этого могут возникнуть какие-то возможности для урегулирования. Опять же, с учетом того, что нам никогда после полной военной победы надо не допустить возможности даже воссоздания чего-то подобного на территории Украины и вновь нацеленного против нас. Конкретные предложения неоднократно высказывал по этому поводу. Я так понимаю, что заниматься политическими фантазиями сейчас не нужно. И поскольку я ни за что не отвечаю, то это беспредметно. Спасибо за уделенное нам время.